Это арендное коммунальное жилье ввели в эксплуатацию в 2022 году. В доме 18 квартир. Половину из них Акимат района выкупил для служебного пользования. Для этого из бюджета было выделено более 84 миллионов тенге. Сейчас планируют приобрести оставшиеся квадратные метры жилья. В Таиншинском районе 681 человек из разной категории ожидают получения квартир. Семья Салимовых переехала в Таиншу из упраздненного села Тапшира Байского сельского округа. В одной квартире проживает три поколения. У нас здесь на первом этаже административный блок. Помогают в Таиншинском районе и пожилым. В местном центре социального обслуживания «Надежда», который работает с 2006 года, проживает 97 человек. Самым пожилым постояльцам 98 лет. Условия здесь стараются приблизить к домашним. Глава области смог убедиться, что старики получают достойный уход. Здесь сколько? Четверо? Четыре человека. Не тесно? Нет. Гауэс Нурмухамбетов встретился и с проживающими в центре. Он выразил почтение представителям золотого возраста, пожелал им долголетия, а также поздравил их с наступающим праздником. С праздником всех, днем весеннего равноденствия, с праздником устного луна, с наступающим праздником на УРС хочу всех поздравить. Вы сегодня знаете, празднование на УРС в этом году имеет новые видения, концепции празднования. Одна из старых проблем района – грядущие паводки. Подготовка к ним – серьезный многоступенчатый процесс. Река Чаглинка каждую зиму смывала мост к селу Заречному. Доход как начинается, проблема у нас возникает, здесь у нас стоят трубы. Именно на этом месте мы мост будем делать? Да, именно на этом месте мы мост будем делать. И вот здесь у нас есть риск, что смывает этот мост в свое время. Мы в прошлом году здесь вышли из положения тем, что поставили экскаватор, и он с этой стороны лед разбивал, который подходит, затвор делал, и мы его перекидывали в сторону. Тем самым мы спасли этот участок в дороге. Ремонт должен решить эту проблему, говорит подрядчик. В планах установить железобетонные фундаментные трубы большого диаметра. Работы начнутся в июне и продолжатся три месяца. Бюджет составил более 318 миллионов тенге. Воспособность будет 90 кубометров в секунду в данном сооружении. А просчитывали, хватит вот этого сооружения, чтобы воду пропускать? Да, получается максимальный сброс воды идет в 83 кубометра в секунду с водохранилища. Максимально это просчитывали, да? Да. А вот эти дюбинги здесь три и одна будет, да? Да. Они одинаково размера? Да, а размера четыре. А, там два будет. Да, там два, тут три. Размерами четыре на два с половиной метра. Гаоснур Мухаммедов оценил готовность специалистов и техники к паводку. Все должны работать слаженно, чтобы оказать помощь не только своему району, но и соседним. Письмо написали по ЧАЭСу, сейчас проведем комиссию и будем писать письмо на имя министра чрезвычайных ситуаций. Сейчас этот петельный сезон закончится, чтобы мы в этом направлении закрыли. Хорошо. Техника, имейте в виду? Естественно. Чтобы не получилось у него, вот знаешь, не получилось. Я это все проходил. Вот, завтра у него техники не будет, завтра у него ЧАЭСа не будет. Тасмагомедов не получилось, скажешь, такое, чтобы не получилось. Вот, вас тоже хочу попросить, вот на контроле держите. Не будет ничего, с областного бюджета будем давать, имейте в виду. Сразу предупреждать. Вот в том направлении мы должны технику на следующую зиму обеспечить. И она должна находиться в Алиханском районе. Полиция занимается не только охраной общественного порядка, но и оповещает население. При необходимости может оказать помощь. Немаловажно и оперативно восстановить электричество в случае ЧАЭС. Готовность к паводку, ответственность каждого. Об этом ГАОЭС Нурмухамбетов напомнил на кустовом совещании, которое стало финальным мероприятием в посещении Таиншинского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова